красавец красавец чего там нюхань косточку ты уже съел съел косточку и косточку съел морда мордочка здесь их косточку все мордяшка моя скажи совсем вольер не загоняет меня больше да так свободно и живу да а папа потом какашки ходит подбирает блин на твоем на газоне да твои какашки на газончике ямы роем мы скажи да кто ямы роет джеки не ты кто ямки роет ну-ка скажи мне кто роет ямы то ямы роет одетая веревка вон веревка твоя ванна беги вон веревка твоя иди тащи прямо веревка твоя за ильдия а это да это валера потерял наверно ветром выдуло ну-ка дай сюда вон твоя веревка вот она а вот играя мусор не надо брать сын потерял наверно может пиво я вчера вас подметал да выдула там мусорка стояла красавец вот поиграй ну вот всем привет друзья мои другие не другие хейтеры инопланетяне люди космонавты как я там все время говорю вот первое видео на этом канале выйдет кто не знает зовут меня константин собачку наш зовут джек может кто-то первый сразу люди придут и не в курсе кто со старого канала они конечно меня знают вот вышел я сейчас на улицу нужно быстро вам показать пока не темно значит листья уже ну снимая без микрофончик и не станут надевать листья почти все но да может где-то пролетят еще чуть-чуть там какие-то оба это не страшно это я вчера вымел тут а вот еще осталось и вот это все вымести подмести и может зимой пару-два там три раза если ветра сильный будет надует я просто подмету потому что там с мусором со своим джекич бросил меня там он осталось на крышах с балкона я вчера скинул он эту зеленую ленту если вы видите надо убрать она не работает короче иллюминацию дома я делаю уже 23 вечера потихоньку я на больничном дома простыл поэтому одеты я тепло вот ну и до конца надо прибрать листья сейчас быстро посмотрю если нет у меня по моему кончился бензин нужно поехать купить бензину кого-то увидел ну вот так у нас не очень красиво зимой у снега не туда у нас это дерево надо было завалить что-то она как-то не очень ну посмотрим там он сейчас видно валеные деревья у меня их надо будет тоже пилить это я уже говорил и рассказывал вот эти елки сухие надо будет завалить вот одна он вторая стоит часть вот этого дерева он того огромного и вон того тоже ветки убрать ну вот вода не прибывает вода наоборот убывает не знаю живы амура или не живы они сильно маленькие их не увидеть но если они живы то они на дне сидят вот вот столько листвы накидала такое ощущение как будто воды вообще нету до листва вот на это просто она плавает ну весной будет очень много воды все это почистится более-менее вокруг тут не знаю есть мысля почистить его но не знаю вручную тоже не знаю но экскаватор сюда не зайдет как я уже рассказывал здесь не зайдет там нам намного низко там ну никак его не запустить да и он не проедет это не мой лес там за забором вот кусочек мой еще идет вот тут вот да так вот а там за забором уже не мой и он там просто не может ехать за там он тоже не проедет нигде только через лес через лес если он проедет он придет он испортит мне весь газон здесь тут он тоже нигде не проедет чистить ему всяко надо будет ставать и на эту сторону и на эту сторону и какой здесь нужен эскаватор из нужен огромный экскаватор так что как она есть так она и будет будем надеяться на то что амур и живы если они не живы значит весной вот куда полез куда полез куда полез джеки то весной купим еще запустим уже побольше их больших вот фонтаны я еще не вытащил, надо тоже вытащить фонтан и все, никак не доберусь. Я сегодня заберу тройник, он мне нужен. Иллюминацию я вам покажу попозже. Вечером буду снимать на телефон, потому что на камеру я думаю, ее не будет видно. На телефоне на телефоне 100% ее видно. Потому что я снимал и в прошлом году, да и вчера уже снимал, там другу посылал. Так что как-то так. Идем мы сейчас смотрим бензинчик. Вот, если нет, едем, покупаем. Надо это все дело додуть и сделать иллюминацию. И иллюминации уже сделано очень много, даже очень-очень много ее, да. Вот, кстати, трава, как все-таки газон пропал, но это не страшно, мы его обновим. Потому что граблями вытерли, вытащили и остался вот так, да. Это не страшно. Вот, иллюминация есть. Это такие лазерные пушки стоят, проекторы вот. Тут стоит, а с той стороны стоит. Тут все красиво, хорошо. Тут я тоже выметал, уже листья налетели. Но они всю зиму будут лететь. На гаражах листья. Каждый год сдувать я их не могу. Во-первых, там опасно стоять. Она, крыша алюминиевая, очень тонкая. Тонкая. Кто ее вообще такую делал, непонятно, да. Во-вторых, если я все сдуваю, будут падать ветки, сухие. И они будут пробивать меня крышу. Поэтому я раз там в три, раз в четыре года только сдуваю. Ну, снимаю. Вот. Но это... Что? Это издержки, издержки большой территории, издержки лесной территории. Вот. Розы вот цветут все еще. Или несколько листиков. Это не страшно. Вот это все подметается. Здесь я еще не подметал. Тут чуть-чуть чаровымел, а тут я не подметал. Так что он пошел попить, Джек побежал. Там он здесь стоит, как я вешал гирлянды еще. Гирлянды еще очень много вешать. Так что... Вот такие вот дела. Палеты я не допилил. Чуть-чуть осталось. Там я убрал уже за гаражом. Субтитры сделал DimaTorzok Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть совсем. Вот. Сейчас покажу. Ну, будет время, я их допилю. Ну, сегодня займемся. И воду еще выкачать мне надо. Вот еще что с бочек это сделать. Воду выкачать. Послезавтра мороз. Я смотрел. Ну, при таком морозе она не замерзнет. Ну, все равно. Лишний раз. Вот палет маленький осталось. Так и не допилил. Сложил сюда их. Вчера перетащил, потому что я там подметал. Будет время. Может, выходные попилю. Вот такие у меня красивые олени стоят тут. Горят они тут красиво. Так что. Иди сюда. Сюда иди. Сюда. На эту сторону. Сюда. Сюда. Ну, стой. Иди сюда. Сюда иди. Зиц. Зиц. Вот тоже олень у меня красивый. Его тоже можно. Гирлянду на него надеть. И вот так поставить. Он как раз вписывается в эту дугу тут вот. Ты в дугу вписываешься. И будешь у нас вайнерсманом этим, как Дед Морозом. Дед Морозом. Мы тебе гирлянду наденем на тебя. Так сядешь, и будешь сидеть. Украшение ты наше. Украшение наше. Украшение. Ты украшение наше. Да? Давай. Время идет. Поедем. Не поедем? Не поедем? Не поедем? Поедем. Надо бензину купить. Поедем. Бензину купить надо. Да. Да, кстати, я заказался. Ох, какой ветер. Там прям. Вот она и листва летит. Кстати, я заказал солярки еще. Хайтсюль. Это отопительное масло. В этом году, так как в Германии у нас 16% налог. Был 19. С нового года он будет опять 19. Это уже 3%, да? И плюс, кто знает, что будет завтра. Подорожает. И плюс с нового года вводят штоер по-немецки, по-русски. И налог на ЦОЦВАЙ, на выбросы опять повышают. Это будет, значит, все там мне писали. О, что, вводят с нового года. У тебя, типа, отопительное масло. Это хайтсюль. Посмотри, сколько ты платить будешь. Да нисколько. Я не буду платить. Я буду платить на тонну хайтсюль плюс 25 евриков. Это фиксированная оставка. И это уже, как сказать, уже прописано в законе. Так что, вот так вот. Это все кричали, говорили, что это будет, это будет, это будет. И никак не могли дождаться, где это будет. Никак не было никаких, как сказать, точной информации, насколько это будет больше или так далее, там подобное. И вот недавно я нашел информацию, появилось, что все, они уже решили. Будет всего-навсего на 25 евро дороже тонна масла. То есть, если я закачиваю 3 тонны в год, там, ну, 2,7, 3,3 редко. Ну, грубо, грубо, грубо 3 тонны. Ну, 3000 литров. Если 3000 литров я закачиваю, я отдам на 75 евриков больше. 75 евриков при сейчасшних ценах это вообще ничего. Это даже баксолярки вон мой Avensis. Ну, чуть-чуть побольше, может быть, по нынешним ценам. А если, как были раньше, цен, это как раз баксолярки. Так что я сейчас поеду, куплю бензину. И, скорее всего, столько же, 75 евриков отдам за бензин. Так что это не настолько много, не настолько, там, такая великая другая проблема, что... Я прочитал, что до 2025 года я должен поменять котел, да. Ну, пока официально мне письма не приходило, ну, я думаю, придет. Но это уже тоже разрабатывается, закон уже в Бундестаге. И такая вот... Все, поехали на заправку. И вечером я покажу вам иллюминацию, конечно. И мы решили бороться за природу. Раз налоги такие вводятся, вот сваи и так далее. Елочки у нас свои живые растут. Но мы рубить ничего не будем, покупать мы ничего не будем. И я купил искусственную елку. И, возможно, сегодня я ее буду наряжать. Посмотрим. Показать я вам ее покажу. Буду наряжать, не буду, я не знаю. Ну, посмотрим. Все, поехали. Покупать бензин. Вот такую кавалькаду я насобирал. Канистер. Ну, здесь под бензин это 10, 10, 20, 20 и 40, по-моему. Вроде так. Ну, без разницы, да. Сколько зальем, столько зальем. Я, мужик, запасливый, поэтому бензин надо купить. Тем более, действительно, он сейчас дешевле и тоже на 3% меньше и дешевле. Хотя я сегодня цену не знаю. Но я думаю, к вечеру сейчас цена все равно ниже будет, так как у нас падают цены. Поехали. Ну, вот здесь справа видно на этой заправке супер. Уэра 26,9 стоит. Это дороговато. Едем другую. Ну, здесь, в принципе, тоже 26,9. Ну, это дороговато. Ну, пойдет, не страшно. Итак, други мои, заправился я 96 литров там с копейками. Ну, что такое. Отдал 122 еврика. Тоже там с копейками. Ну, в принципе, уэра 26, ну, чуть-чуть дороговато. Ну, на 2 цента, если там маленько сбавить 2 цента, то там, что, за 100 литров 2 еврика не страшно. Зато дешевле, чем потом будет. Ну, и 100 литров мне хватит на всю зиму и до лета. Ну, и летом, естественно, еще хватит, потому что зимой-то я трактор не заправляю. Вот, и зимой мне не нужно в трактор, только пустеры. И то сейчас уже, ну, все, пустеры тоже, что я там, раз в месяц буду заправлять его. И сейчас остальные листья последние уберу, а потом просто так чисто подмести там раз в неделю, раз в две недели. По-разному, да, бывает. Какие ветра, как, чё, почему. О, охранник мой на соседа не любит он его. Сейчас покажу. Вражина у меня тут завелся. Вот он. Все поперекопал здесь, да. И вот он свежак. Надо будет, надо будет поставить сюда оружие массового поражения. И чтобы он тут не рыл, вам жить будет. Все, разгружаем и начинаем работать. Ну, вам и показывать не будем. Да, кстати, на испытание купил вот тут такую фигню. До минус 15, но она не просто синяя, а зеленая, да. Она это, стекла блестят, ну, вроде как мой, да. У меня со стеклами что-то взял, купил фигню, ну, правда, немецкую, не китайскую же. Немецкую фигню купил. Вот такую, чтобы вода со стекла сбегала. А ерунда получается, да. Вот такая вот. Теперь стекла у меня грязные. Вот тут гирлянда у меня, видите, сколько разложено. Но это еще не все. Ну, не все разложены, уже многие висят, да. Ну, так вот. Одних батареек только у меня в гирляндах я не знаю, сколько штук. 50 на этой поставил. Их на очень надолго хватает. Все, выгружаем бензинчик. Афрана наша там агавкает. Так, друзья мои, передумал я подметать. Закончу с гирляндами, ветер поднялся. Закончу с гирляндами и завтра уже, наверное, подмету, чтобы уже со спокойной душой, да. А то у меня сейчас там и на полу гирлянды со вчерашнего дня лежат. Поэтому кое-где я лезу наверх, прицепляю и сейчас до хренов листья выкидываю на землю. Поэтому завтра подметем. Вот, а сейчас пойду поставлю наше оружие им. И, и, и. И покажу вам все. Я не знаю, как будет видно, но включилось еще не все. По идее, ну оно, как я устанавливал, что надо отрегулировать везде время. Что тут не загорелось, там не загорелось. Да много где еще не загорелось. Лазер включился здесь. О, я его перекрыл. Пацаны, включили свет в комнате? Да, плохо видно. Ну, е-мое, надо повыключать свет везде. Вот такие Деды Морозы у меня по стенам лазают. Там вдалеке у меня горят. Но это я буду снимать на телефон. Покажу вам. Здесь я еще делаю, да, с этой стороны. Ну, я говорю, не все включилось. Сейчас включится все, когда попозже. Потом покажу. Елочка показать, вот такая. Ну, пока ничего не делал, ничего. Я еще на улице там. Так что такая красивая елочка. Все будет, она, наверное, наряжаться. Я не знаю. Я думаю, что мы ее нарядим или не нарядим. Но это с Ириной надо советоваться. Даже со звездой. Ну, и стоять она тут, наверное, будет. Там уберется это все. Туда. А тут она будет стоять. Уголочки. Хотя тут телевизор. Значит, туда в уголочек будет стоять. Посмотрим. Посмотрим. Это пока. Я ее купил. Сегодня собрал. Я еще даже не расправил ее как следует. Ну, вот так. Пытаемся снимать. Что получится. Это мы только еще с улицы. Дома идем. Получится. Получится. Темно. Плохо видно. Ну, у меня, к сожалению, в ограде еще и свет горит. Ну, в смысле. От движения включается. Так что он сейчас может включиться. Да, я вижу, что на телефон снимает лучше. Посмотрим, какие кадры выберем мы. Ну, вот примерно так получилось у нас. Еще я хочу купить оленей. Мне бы еще 4 или 6, или даже лучше было бы оленей. О, я же говорил, свет включится. Ну, ладно. Не страшно. Для камеры будет лучше. Значит, тут у меня идет проекция на дом. Здесь вот так все. Вот так. Джек сопровождает. Еще не все. Еще несколько гирлянд не работают. Вот. И вот эти шары, вот этот и вот этот шар, они будут еще заряжаться. Ну, вот сейчас покажу. Включу. Ну, жалко. У меня и свет на кухне горит. Ай-яй-яй-яй. Сейчас я покажу проекцию. Тоже, которая включается. Ее видно на доме. Вот. Видно. Сейчас свет выключится на улице. И будет нормально. Вот такие пошли. Ну, пока пойдем на ту сторону дома. Все-таки снимать буду на телефон, потому что лучше видно, да? Такие елочки наши выросли. Не хватает. У меня гирлянды многие сломались. Вот. Вот потух свет. Сейчас покажу. Вот на доме сейчас красный там мигает. Ну, вон. Несколько программ у него. Вон. Работает. По кругу гонит их эти программы, да? Сейчас я пультик найду. Вот он. Вот зеленый. Потом красный так разгоняет. Зеленый разгоняет. Красиво вообще. Работает лазер этот. Он мне нравится. У меня был один. Один у меня сгорел. Я купил другой. Вот так раскидывает. Еще хорошо. Ну, только что свет горит сейчас на кухне. Я забыл выключить. Джека кормил. Вот так выглядит. Ну, и здесь скудненько в этом году. Ну, я еще не знаю. Я еще что-то куплю, сделаю. Маленько елочки попеределаю. Не нравится мне, как они там. Во-первых, они выросли. Я уже достать не могу. Вот эту кое-как достал. Вот. Ну, попробуй. Теперь, значит, с этой стороны дома у нас тоже идет проекция на дом. Снежинки такие вот. Сейчас поставим на удаленку. А, так плохо видно. Вот так хорошо видно. Вот. Вверх надо поднимать меня. Снежинки. Ну, встать-то. Их очень хорошо с дороги видно. Такой проектор стоит. Сейчас мы его приподнимем. Или ближе покажем. Вот так вот поставим. Вот так вот. Ну, и идем на эту сторону дома. Участок большой. Я говорю, ну, не все гирлянды. Почему-то они быстро отказывают. Хотя вроде и немецкие. Ну, не все немецкие. Есть китайские. Но я их не выписываю. Я покупал в Германии. Вот такие. Это возле Тайха там. Это там в лесу у меня мигает еще моя. И это с этой стороны. Здесь мигает. Там моргает. Здесь можно сделать, чтобы не... А, она тоже несколько программ у нее. Вот. Тут такие елочки. Ну, и вот мы обошли. Вот мы обошли. Вот как-то так. Как-то так. Так что, как-то так, ребята. Вот на камеру пробовал снимать. Иллюминации не получается. Только зашел. Время уже поздно. Вот. Постараюсь сейчас попозже сделать ролик. Первый. На новый канал. И не знаю. Ютуб пропустит, не пропустит. Сразу большой. Хотя я трейлер канала уже загрузил. Так что, ну, будем пробовать. Нет, значит, разделим на две части. Так что, как-то так. Иллюминации еще будет. Это еще не вся. Я еще подумаю. Погляжу, что будет попадаться в магазинах. Специально я не буду гоняться. Так. Посмотрю, если что-то мне маленько не нравится. Вообще, я люблю иллюминации. Что-то на Новый год было. Прямо так хорошо. Так что, как-то так. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно. Кто не подписан. Кто новый придет. Кто придет из тех людей, которые рекламировали мой первый канал. Пожалуйста, исправьте ссылки моего канала. Теперь уже нужно будет дать ссылку на этот канал. Но если есть желание, можете еще раз прорекламировать. Я думаю, люди свои сочтемся. Все, давайте. Всем удачи. Всем добра. Всем до новых встреч. Пока-пока. Здоровья всем. Самое главное, не забывайте. Здоровья, здоровья. Благодарю вам. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...